Всем привет, я доктор Евгений. Долгожданное видео, как самомассаж стопы делать с помощью мячиков. Этого ждали все подологи, по-моему, и все, кто страдает плоскостопием, вальгусной стопой и просто с забитостью ног какой-либо после пробежки, после долгой ходьбы, особенно после каких-либо лежательных процедур. Вот. Есть специальные такие мячи, я их люблю очень использовать. Вы можете приобрести их по ссылке в интернет-магазине в описании. И это не реклама, я просто обожаю эти мячики. Поехали! У нас есть два мяча. Один с шипами, а другой смуз, гладкий. Мы их используем оба. Вот этот вот тракторный мячик, как его любят называть, мы используем для скана, для того, чтобы оценить, где в стопе имеются какие-либо болевые точки. Он у нас как будет сканирующий мяч. Гладкий мяч используем после того, как найдем какие-либо больные точки, либо триггерные пункты, либо укорочения какие-либо различные. И будем им продавливать в стопе определенные зоны, вот эти болевые, для того, чтобы устранить дисфункцию в стопе. Делая это упражнение регулярно, можно получить достаточно сильный эффект по улучшению позиции стопы, а также избавить вас от косточки на стопе. Что делаем? Поехали! Просто встаем в удобную позицию. Мячик устанавливаем на коврик, желательно не на скользкую поверхность. То есть, если он будет на скользкой поверхности, будет следующее. Мы не будем его ловить просто-напросто. Установили на мягкий коврик, здесь он у нас податливый. От большого пальца, от именно подушечков пальцев, мы легким надавливанием придавливаем мячик к полу и делаем прокатывающее движение сначала по центру стопы. Несколько таких движений. Затем переходим на внешнюю сторону стопы. Давление от 15 до 20%. Далее переходим на внутреннюю сторону стопы. И здесь прям покатайте мячик. Хорошенечко. То есть, тут надо прям уйти на боковую поверхность стопы. Потому что зачастую болит возле как раз таки пяточно-фастального перехода, когда подушевная фаса соединяется с пяткой. Где-то вот здесь. И покатайте, поищите болезненные зоны. Откатали таким образом всю стопу, нашли самые болезненные точки, которые могут быть здесь. После этого берем круглый мячик. Гладкий. Останавливаемся на тех зонах, которые нас действительно беспокоили. И давлением вниз уже не на 15-20%, а на 40-50%. Давим в эту зону. Вы почувствуете болевые ощущения. Нужно просто легкими движениями, круговыми, массажными, разбить эту точку до уменьшения, либо полного исчезновения болевого. Раз, зона. Переходим на следующую точку. Допустим, она чаще всего там, где любят расти пяточные шпоры. Разбиваем эту пяточную шпору. Но предупреждаю, если у вас действительно там выраст уже костный, то есть третья-четвертая степень шпоры, то будьте очень аккуратны. Давлейте очень мягко. Потому что можно повредить ткани и усилить боль надолго. Делаем легкие массажные движения. До, опять же, исчезновения, либо уменьшения боли. То есть, как только боль стала в два раза меньше, мы технику эту прекращаем. После этого мы снова берем мячик. И снова делаем небольшой релиз, так называемый. Для того, чтобы разогнать кровь по стопе. Еще есть одна подсказочка небольшая. Когда вы нашли определенную больную точку, вы можете сделать следующее движение. То есть, встать на нее. И не просто делать круговые массажные движения, а также добавлять динамику. То есть, пальцы согнуть, пальцы разогнуть, пальцы согнуть, пальцы разогнуть. И почувствуйте, в каком из положений у вас боль становится меньше. Если, допустим, в этой зоне у меня боль имеется, я пальцы на себя натянул, стало еще больнее. Я пальцы согнул, стало меньше боли. То есть, в этой позиции мы делаем массажные движения. То есть, старайтесь уйти от боли любыми способами. Вот такими. Можно здесь эту зону найти. И также поработать пальцы на себя. Вот себя. Таким образом, вы можете разбить спайки на стопе. Потому что у нас там подошвенная фасция, которая содержит в себе несколько сухожилий-сгибателей. А также короткие сгибатели на стопе. Поэтому все они очень глубоко погружены. Чем сильнее вы надавите, тем глубже вы проедете. Тем быстрее избавитесь от проблем в самой стопе. Вот такой вот комплекс упражнений, которые я вам рекомендую. Если это делать регулярно, в течение от двух до трех недель, то в стопах вы можете решить многие проблемы. И даже избавиться от стелек. Неважно, какие это стельки. Ортопедические, либо не ортопедические. Любые. То есть, супинаторы и прочее. Тем меньше костылей будет в вашей жизни, тем лучше. Подобные упражнения, если вам нравятся, пишите, что еще разобрать по работе с мячиками. Вот здесь есть ссылочка как раз-таки на самом саж с помощью мячиков боли в колене и боли в ягодичной мышце. Смотрите полностью эти ролики, чтобы понимать, зачем все это делается. Поэтому всем счастья, здоровья!